Всем привет, с вами Stepwise и сегодня я открываю рубрику под названием Механизмы в Майнкрафте. Так, сейчас я быстренько, оп, хоп. Я выключу музыку и сейчас я покажу один механизм, довольно-таки простой, только я не знаю в принципе зачем он нужен. Чтобы сделать этот механизм нам требуется сделать вот такую вот схему, поставить вниз красные факела, делайте обязательно все как у меня и главное чтобы ставим поршни простые, главное чтобы они были смотрели вот сюда вот, вот таким вот образом делаем. Так, теперь ставим, ставим, ставим повторители вот таким вот образом. А теперь надо просто, а, да, я еще забыл взять красную пыль. Берем и делаем вот так. Так, так, так. Теперь нам требуется поставить один блок, любой совершенно блок, я выбрал алмазный блок и вы увидите чудо. Собственно, вы видите это, вы видите это. Вот такой вот механизм, я в принципе не знаю зачем он, но если правильно, конечно, все настроить, то можно сделать какую-либо схему, чтобы блоки передвигались и даже можно сделать, если кто-нибудь придумает как, то можно сделать даже клонирование предметов, наверное. Но я в принципе не знаю. Видите, даже если я пойду, то, так сказать, это не влияет. А давайте теперь попробуем... Воу-воу! Так, теперь давайте попробуем вот такую вот штуку сделать. Просто для интереса. Поставим на максимальную задержку. Вот так, так, так. И что же будет? Ну, то есть, будет медленнее вот таким вот образом все делать. Я думаю, в принципе не сильно нужный, но довольно-таки прикольный механизм. Если вы хотите, чтобы я продолжал данную рубрику, и если вы хотите, чтобы я сделал обзор на какой-либо механизм, то кидайте мне ссылки в ВКонтакте или на Ютубе, и если вы хотите помочь моему каналу, то обязательно ставьте лайки. Если много лайков, то сразу же начинает появляться желание снимать снова и снова для зрителей. Если вам не сложно, скиньте несколько рублей на вебмане, чтобы оптимизировать канал. На этом все, ребят. Спасибо огромное. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!